Здравствуй, мой дорогой друг! Сегодня наша регулярная рубрика «Чего? Ответы на вопросы, которые нам присылают донаты». И сегодня мы разбираем вопросы октября, но так получилось, что у нас осталось два вопроса с сентября, 30 сентября, если быть точным. Вопросы от Айрата, который он прислал. Два вопроса, два доната. Молодец, Айрат, все правильно сделал. И вопрос первый. Сейчас стали предлагать в качестве фундамента каркасника забивные ЖБ-сваи. Какие подводные камни? Проигрывает ли такой фундамент мелкозаглубленному ленточному фундаменту или УШП? И если да, то в чем? Айрат, смотри, твой вопрос, он немного такой, с одной стороны, очень сильно, много что охватывает, это как бы сравнение в лоб трех типов фундаментов. Ну а давай так, забивные ЖБ-сваи это свайно-росверковый фундамент. Если подкаркасник там могут не делать розверк, а обвязочный брус сразу делать по сваям. Такая система тоже допускается. На мой взгляд, для каркасников это очень хорошее решение. Это прям вот супер решение. Потому что те же самые винтовые сваи, которые как альтернатива при должной обработке и уходе за ними, за винтовыми сваями, по цене не сильно дороже забивных свай. Но железобетонные сваи служат дольше, являются прогнозируемым основанием. Почему? Потому что когда забивают сваю в землю, ты можешь замерить реально ее несущую способность. Это, напоминаю, единственный фундамент, который позволяет проверить реальные нагрузки, которые понесет этот фундамент. В отличие от всех остальных типов фундаментов. Потому что у них только, скажем так, расчетные проектные. А забивные сваи можно замерить в нагрузку, который он понесет. При этом за счет того, что сваи забиваются ниже глубины промерзания, морозные пучения не грозят. Но, если мы сталкиваемся с тем, что у нас грунты, которым не страшно морозное пучение, или они вообще там слабо пучинистые. Например, это там сухие пески. То на них тебе и мелкозаглубленные ленты достаточно. Вот более чем, единственное, надо не забыть сделать отмостку, чтобы даже тот редкий дождь, который выпадает, не лился под мелкозаглубленную ленту. При этом УШП, вот это пресловутые, проигрывает и свайному фундаменту, и мелкозаглубленной ленте. Потому что там очень много утеплителя, который сейчас стоит дороже бетона. При этом есть определенный цикл работ. Например, вот эта вот утонченная плита, мелкозаглубленная лента. По факту, если уж давай так про существу говорить, мы должны понимать с тобой, что УШП, по факту, это та же самая мелкозаглубленная лента, связанная верхним слоем бетона в как бы плиту. Причем именно как бы. Заделка именно коммуникации в эту плиту является самой большой проблемой про УШП вот этих всех плит. И технологически ее сложнее сделать. Поэтому про тот же самый каркасник, или мелкозаглубленная лента на соответствующих грунтах, или забивные сваи железобетонные, чтобы гораздо удобнее, практичнее и надежнее. Вот два варианта, которые стоит рассматривать. УШП под каркасник делать не надо, ребят. Это не наша история. Слушай, давай так, про забивные сваи у нас был вот выпуск. А про УШП вот у нас был выпуск. Пожалуйста, можешь посмотреть, изучить, если какие-то вопросы остались, закидывай. И следующий вопрос от Айрата. В случае фундамента каркасника на забивных ЖВБ сваях, нужно ли снимать плодородный слой под пятном застройки и делать отмостку? Какую? Если да, то что можно сделать в зимний период? Смотри, есть такой догмат, которому я придерживаюсь всегда. И считаю, что это максимально правильная система. Под любым строением, даже вывешенным на сваях высоко, нужно делать срезку плодородного грунта. Обязательно, потому что на нем, на этом плодородном грунте, будет расти какая-то гадость. И обратную засыпку ты можешь сделать гравием, песком, просто геотекстилем застелить. Но не оставлять именно плодородный грунт. Поэтому под домом его нужно срезать в любом случае. Что касается отмостки, мое мнение, отмостка нужна всегда. Во-первых, у отмостки, кроме того, что она защищает фундаменты от замыкания, у нее есть еще как минимум эстетическая, практическая функция. Ты во время дождя ненасти вокруг дома можешь ходить по ней, не пачкай ноги. Почему-то люди об этом забывают, что вокруг дома нужно иметь возможность перемещаться. Тот же самый снег почистить, листу убрать. И делать благоустроенные отмостки, это гораздо проще, удобнее и комфортнее. На мой взгляд, отмостка должна быть всегда. А что касается, что можно делать в зимний период. В зимний период ты можешь совершенно спокойно организовывать фундамент, то бишь забивать сваи и собирать каркасник. Вообще не парить. Напоминаю, что снег вредит меньше строительным конструкциям, чем дождь. И в зимний период, если вместе где-то собираешься строить, нет диких морозов, но условно говоря, больше, ниже минус 15, там уже 20-25 градусов, когда просто люди замерзают. А вот температура там от нуля до минус 15 работать себе вполне комфортно. Да, они эти работы делают чуть дольше, но без проблем. Каркасник ты можешь строить, в принципе, уже в зиму, совершенно спокойно. А вот отмостку ты сделаешь уже по весне или летом. На поддержку любимого канала Сергей Электрик с ЖКС. Он у нас был, по-моему, в предыдущих выпусках, правильно, да? Был, был, был. Сергей Электрик. Сергей Омск в Тюмени. От души вопросов нет тупо на развитие. Спасибо, Сереж. Привет, типа ты кремлебот. Ути-Путин нам написал и скинул донат. Ути-Путин. Вопрос от Татьяны. Хочу консультацию платную, не вижу. Где, что и как. Татьяна, надо позвонить в нам в отдел, там связаться с Леонидом и, соответственно, заказать консультацию. Это не проблема, но так как вы оставили телефон, мы ему позвоним сами. О, смотри, пока мы писали этот выпуск, мне прислали на окончательное утверждение оформленный пост, который я уже написал, мне его просто дооформляют. Для тележники. У нас есть телега. И раньше мы занимались тем, что там публиковали анонсы, всю актуальную информацию о том, что у нас происходит, какие выпуски выходят, какие-то такие бэкграунды со съемок, может быть, что-то со строек. Но там было очень мало меня в этой тележнике. И с этого месяца я принял решение, хотя меня ребята долго пинали, я очень долго уворачивался. Это все-таки блог будет содержать еще информацию такую прям вот от меня. Какие-то небольшие статьи, какие-то небольшие заметочки, мои мысли по поводу, какие-то рекомендации небольшие. И они будут чаще всего выполняться в роли таких вот постов. Поэтому очень рекомендую подписаться под тележник, потому что кроме того, что в телеге у нас есть изменения, у нас грядет серьезное изменение формата на Boosty. Там будет много всего интересного, но не будем пока всего сразу же завешивать. Поэтому важно подписываться на тележнику. А дальше будет еще много всего интересного. Гарантирую. Следующий вопрос от Горбатого Запорожца. Это не тот ли, который там все у нас мопеды продает, куплю гараж, вот это вот Горбатый Запорожец. Рубрика «Советы от наших подписчиков». Еще не слышал такого совета, но готов его дать сам. Прежде чем строить дом на своем участке, построите сначала гараж. Первое. Там можно не только хранить машину, но и использовать как вклад в стройматериалов и мастерскую. Второе. Туда можно привезти электричество и воду, интернет с видеонаблюдением, поставить электросчетчик, котел, чтобы потом протянуть сетями коммуникации к стройке дома. Третье. Попровождаться при возведении гаража в строительных, менеджерских и экономических навыках. Можете этот совет озвучить. Озвучил. Что я могу добавить? Не согласен. И сейчас поясню. Когда мы говорим строительство гаража для хранения машины, я считаю, что гораздо функциональнее, удобнее и практичнее на участке построить навес для двух машин и хозблоковую часть. Не гараж, а хозблок именно. И здесь мы закрываем сразу потребности хранения стройматериалов, потому что не во все гаражи может влезть вот то количество материалов, которые ты можешь соскладировать под навесом на две машины. Просто физически это больше места. Большая часть материалов боится именно замыкания сверху. Второе. Хранить машину. Да, гаражу у нас там машина хранит. Да. Это простой материал. Что касается мастерской. Как, опять же, показывает практика, строительная, отделочная, гандобить что-то маленькое, достаточно их у хозблока вот этой части. Но если ты работаешь, например, там с резкой плитки, там с пилматериалами, с этим проще работать, опять же, под навесом, чем в мастерской, хотя бы просто банально пылеудаление. Подвести электричество, воду, интернет с наблюдением, поставить электросчетчик котел, а ты уверен, что тебе газовщики дадут возможность повесить в гараж котел? В принципе, это можно сделать. Там придется сделать определенные технические манипуляции, но при этом твой гараж должен быть теплым, иными словами, отапливаемый, иначе ты будешь просто топить улицу. Если ты делаешь именно вынесенную котельную, то ты можешь ее точно так же разместить в хозблоке. И делать тебе придется гораздо меньший объем, именно строительный и отапливаемый. А если не заморачиваться отоплением, то можно туда заводить те же самые интернет, видеонаблюдение и так далее. Если ты хочешь, чтобы у тебя вот эта хозблока часть была теплая, ты просто вешаешь там инфракрасника в парочку, которые жрут немного, подогревают нормально. И в принципе у тебя этот хозблок будет функционировать более удобно. И третий момент по упражнению при возведении гаража в строительных, менеджерских и экономических навыках. А вот здесь и согласен, не согласен в том плане, что что-то попробовать, если мы говорим для самостроя над чем-то маленьким, это обязательно надо. Но те косяки, которые у тебя можно накосячить с навесом и гаражом, они недопустимы с домом. Например, под гаражи, навесы, хозблоки не нужны такие серьезные фундаменты. Не нужно заморачиваться так сильно с гидроизоляцией. Ну развалится, развалится, да и хрен бы с ним. И многие еще какие-то моменты. Если ты хочешь поупражняться, построй себе гостевой домик. Первым делом, если у тебя там огромные планы на свое родовое гнездо, ты строишь навес с хозблоком первое. Потом строишь, а и денег не очень много, тогда ты строишь сначала маленький гостевой домик. Ну вот эту пресловутую баньку со спальней, там 30 квадратных метров. Вот я вот рассказывал, прям идеальная баня. Где ты вот потренируешься, покосячишь в полной мере, а потом уже набравшись сил, при этом тебя издисклодируют материалы, ездить переночевать, нормально покушать. И уже займешься строительством своего будущего дома. Поэтому совет согласен наполовину. А в Сибири гараж? Мне нужен в Сибири гараж. У нас морозы минус 35, без гаража никак. Маленькая ремарка для всех злостных комментариев, кто живет за пределами полярного круга, в зоне мечной мерзлоты, где холодно 9 месяцев в году. Гараж вам нужен. Стройте гараж, я не против. Просто делайте его теплым. Тогда чем он будет отличаться от дома? И вопрос. От Александра из города Югорск. Город Югорск находится с Зоральскими горами по пути к Хантамансийску. Добрый день. Купил участок с домом. Участок поднят строительным мусором. Асфальт, битый кирпич и так далее. Примерно на метр. И сверху отсыпан щебнем. Когда покупал, еще не смотрел БДД и не обратил на это внимания. А сейчас хочу построить еще гараж и закрытую беседку из блока. Какой фундамент выбрать? ЖБ сваи не забить. Винтовые тоже вряд ли закрутятся. Чтобы залить ленту, надо все откапывать. Голову ломаю. Регион ХМАО. Хантамансийский автономный округ. Грунтовые воды близко. Мира, добра, успехов. Александр, смотри. Что касается фундаменты под непосредственно гараж и закрытую беседку из блока. В принципе, там какие-то прям супер охренеть фундаменты не требуется. Достаточно выбрать, точнее говоря, сделать вот эту локальную выборку под фундамент, под ту же самую ленту, под вот эти вот строения. Или под столбы, которые будут основанием для беседки и для гаража. И расчистить ток под ними. Сделать выборку вот этого метра грунта и засыпать туда непочинистые. Там это частично делается щебень, частично там песок с трамбовкой. И устраиваешь бетонные столбы. Это чтобы не уходить глубоко в грунт. Если ты хочешь делать на этих фундаментах дом, то здесь нужно идти следующим путем. Надо сделать геологию хотя бы два прокола. В этом месте, да, там придется поколупаться и узнать, что за основание находится под вот этой вот засыпкой метровой. Если там нормальные грунты, то есть такой тип фундаментов, как столбчатые фундаменты. Они же считают, что и до этого я говорил. Но они входят именно в несущий такой материковый грунт. Это даже как бы не свая. И если, ключевое слово, если геология позволяет, можно опереться вот на это основание, которое под засыпкой. Единственное, под каждую из столбов придется сделать локальную выборку. Если ниже отсыпного вот этого плохого грунта основание трэш, то здесь вариантов немного. Нужно под пятном застройки дома делать выборку вот этого вот насыпного грунта. Вниз делать песчано-гравийное основание и поверх этого устраивать или ленту мелкозаглубленную, или плиту мелкозаглубленную, соответственно, с отмостками и утеплением. По сути говоря, больше ты ничего не сделаешь. Но выборку придется. Первый совет – это сделать геологию и уже от этого принимать решение. Но поколупаться придется. Вопрос от Максима. Привет, спасибо за контент. Екатеринбург. Одноэтажный дом из газобетона. Перекрытие ЖБ плита. Холодный чердак. При монтаже стропильной системы древесину обработали биозащитой. Сразу не подумал при заказе пропитки. Нужно ли делать обработку еще огнезащитой? Если нужно, то когда это можно сделать? Дом на сезон встает на просушку. Спасибо за ответ. Другому Максиму. Вообще, по-хорошему, ключевое слово, по-хорошему, стропильную систему всю нужно обрабатывать огнебиозащитой. Биозащита защищает древесину от биологического поражения. Капитан, блядь, зашел в чат. Не горюк. Ну хорошо, она защищает по большому счету от гнили и грибков. Огнезащита позволяет перевести стропильную систему в разряд трудногорючих. Она полностью не становится защищенной прям 100%. Она просто сложнее загорается. И здесь вот такой очень интересный момент. У нас все современные дома отделывают огнебиозащитой. Если там повезет, используют хорошую, там, дорогую пропитку, которая держится 5 лет. А чаще всего используют какую-то херню, там, помазочку, которая, там, год-два, и она выветривается. Есть вообще, как бы, нормальные огнебиозащитные системы, которые стоят достаточно дорого, там, комплексные. Вот мы о них, пожалуйста, рассказывали. Но через те же 5, 7, 10 лет почему-то никто, блин, не делает повторную обработку. И все как-то с этим живут. Потом крыши нормально сгорают. Люди сносят дома, строят новое. Происходит цикл такого обновления через сжигание. Если есть потенциальная опасность в возгорании. Например, рядом растут какие-нибудь деревья, которые сухостоем могут стоять. Или соседи какие-то не очень, там, адекватные. Или крыша у тебя, ну, другой стороны, у тебя сверху железобетонная плита. Тебе для того, чтобы защитить свою крышу от возгорания, достаточно подшить софиты, сделать подшивку кровли каким-то огнестойким материалом. К примеру, софитами из металла, это недорогой вариант. Либо подороже, это обшить фиброцементным сайзингом. И все, вопрос защиты стропильной системы от огня у тебя не стоит. Потому что, как огонь попадает на стропильную систему? Если в комнате какой-то происходит возгорание, она же через железобетонное перекрытие, огонь не пройдет. Он через окно цепляется за крышу. Если он не может зацепиться через окно за стропильную систему, а у тебя там какая-нибудь огнезащитная система, ну, что я сказал, там, фиброцементный сайзинг или металл, то и стропилка-то не загорится. Поэтому, в принципе, можно не заморачиваться, там, повторной обработкой огней биозащиты. А лучше бы я сделал себе подшивку чем-то таким, приличным, хорошим. В принципе, все, вопросов нет. Алла нам прислала, вот эти, как-то, понятые пальчики, поцелуйчики. Алла, отдельный тебе поцелуйчик. Следующий вопрос. Сразу извиняюсь за прочтение. Амитивилле из Севастополя. Доброго времени суток. И спасибо за отличный и своевременный контент. На девчонок. Их мало стало. Большая просьба, сделайте, пожалуйста, отдельный выпуск про ЛСТК с пенобетономом. Подойдет ли такая технология при строительстве сейсмоопасной зоны на участке с уклоном примерно 20%? Грунт-мергель. Уважаемые Амитивилле, что я тебе могу сказать? Большой выпуск про ЛСТК с пенобетоном, это такой очень интересный момент. Дело в том, что сами производители СТКшники очень-очень много рассказывают о своей технологии, на своих ресурсах, максимально пиарят эту технологию, но при этом очень мало документации на них. Фактически отсутствуют натурные испытания. Если какие-то там распространенные строительные технологии, на них есть испытания в различных исследовательских институтах, то с ЛСТК тут такая штука с пенобетоном очень спорная. За саму эту технологию больше всего топят сами производители, что вполне себе логично. И нам самостоятельно разобраться с ЛСТК проблематично, потому что нам по-хорошему нужно приехать на какой-нибудь дом, которому лет 10. При этом сами же производители постоянно говорят, что мы совершенствуем технологию. А напоминаете, совершенствование технологии это когда что-то построили, проблема, в следующей версии изменили. Я понимаю, что когда этот путь проходят автомобили-строители, это как бы, ну, такой вопрос, ну, машина это не так дорого, когда особенно какие-то недорового класса, там, ну, получилось говно, следующие вариации доделаем, там, сделаем дзунную компанию. С домами так немножко не канает, поэтому эта технология, на мой взгляд, сыровата. Да, она совершенствует, да, в какой-то момент они ее допилят, в какой-то момент возникнут у нее стандарты качества и так далее. Мы, например, проектировать дома из-за устыка не беремся, и именно там с пенобетоном, тем более. Здесь, опять же, сами производители говорят, ребята, заказывайте у нас проект, мы все проектные документации сделаем, все дела. И если хотите, обращайтесь к ним. Самый главный вопрос, на мой взгляд, экономическая целесообразность. Этот вопрос всегда как бы выносится немножко за скобки. Есть моменты, когда вот, ну, вот, кроме как эластыка ничего не подойдет, хотя, опять же, спорный момент. Это как раз сейсмоопасные зоны на участке с уклоном. Если у тебя участок, сейсмоопасная зона, то тебе, значит, сложно туда подъехать какой-то техникой. И тогда вот здесь эластыка может помочь. Но по мне, я бы лучше строил каркасный дом. Каркасник, который, в принципе, те же самые легкие технологии. Он более сейсмоустойчив по определению всего своей конструкции. Опять же, вот всегда вопрос. Эластыка это только каркас. А наполняет, предлагает его пенобетоном. Какой ты приготовишь пенобетон? Какие у него будут характеристики? Как он будет заармировать? Как он будет работать? Я хрен его знаю. Слишком много. Но это такое вот собранное такое в кучу... Что-то в кучу собранное. Как с этим работать, непонятно. Поэтому я бы все-таки рассматривал каркасник непосредственно. Если хочется там прям супердорогой классный дом, то это сборно-монолитный. Это столбчатый, очень говоря, сборно-монолитный. А вот что касается грунтов, понятное дело, что у этих грунт и нужны якорица. Каким способом ты будешь в них якориться? Это надо у ваших же местных строителей спрашивать. Либо делаются отверстия в Мергеле, в осадочной породе. Опять же, твердая, она разрыхленная. Хрен пойми, какая. Либо это делаются какие-то там очистка площадки в горизонт. Это надо разбираться. Я здесь, к сожалению, не подскажу. Это надо с местными ребятами. Правило СТК сказал. Будет больше информации, не хайповая, а именно предметной информации. И уже какие-то хотя бы сник и госты появятся. И исследования какого-нибудь тута. Тогда мы можем поговорить об этом отдельно. Я экономическую целесообразность пока не понимаю. Денис из Барнаула. Просто нам донатик захинул. Барнаул и Вован туда же. И Марина, спасибо за ваш труд. И Владимир Стобольска. Спасибо за отличные ролики. Спасибо вам, ребятки. Люблю, целую. Следующий вопрос от Александра из города Москвы. Спасибо за контент. Не могли бы вы рассказать про процесс регулярной проверки фундамента из винтовых свай? Их как-то частично выкапывают и подкрашивают. Насколько это процесс сложный и дорогой. Александр. Что касается винтовых свай. Мы не проектируем дома на них. Но так уж получилось. Мы знакомы с этими товарищами. Их мониторят следующим образом. В идеале ты их мониторишь каждый год, а лучше два раза в году. После зимы и по осени. Подходишь. Смотришь в каком виде у тебя именно место стыка земли и воздуха. И если там появляется коррозия, делают следующим образом. Окапывают. Немного оголяют сваю. Зачищают от ржавчины. И покрывают составами, которые работают по ржавчине. Дополнительно гидроизолируют. Если надо, там какой-нибудь обмазочный. И дальше засыпают просто песочком. Потому что он, в принципе, не так сильно травмирует непосредственно саму винтовую сваю. Это самое слабое место. В принципе, следить нужно за ним. Насколько это сложно и дорого? Да, в принципе, не так уж это и сложно и дорого. Проблема в том, что когда у тебя делали дом, тебя могли оставить зазор между землей и непосредственно домом 20 см, тогда это будет сложно. А если у тебя там хотя бы сантиметров 40, то, в принципе, туда подлезть возможно. Если 60, то вообще комфортно. Без проблем. Все зависит от доступа к этим сваям. И чаще всего страдает все-таки внешний периметр. Отмостка. Отмостка нам всем нужна. Вопрос от Юлии. Спасибо за работу, ребята. Полезно и не нудно. И прошу хоть пару слов в ваших выпусках про имитацию стиля фахвер в домах не из дерева. Например, газобетон. Но если вам это не интересно, не обижусь. Конечно, Юля, вообще без проблем расскажу сейчас, что с этим делать. Любой дом, который, вы видите, сделан под стиль фахверк, в 90% случаев является нефахверковым. Скорее всего, это имитация. Почему? Потому что, опять же, почти любой дом можно сымитировать под эту технологию. Мы делаем утепление фасада штукатурим. И снаружи фиксируем просто накладками из дерева или под дерево. Без проблем на любую технологию положиться. Хоть на газобетон, хоть на кирпич, хоть на железобетон. Даже больше того скажу. На деревянные дома, например, там из профилированного бруса, можно точно так же сделать. Делаем вентилируемый фасад с утеплением. И на внешнем слое точно так же делаем штукатурный же фасад с накладками из дерева. Без проблем. Любой дом можно стилизовать под фахверк. Без проблем. Сложный вопрос от Алексея из Екатеринбурга. Покритикуй стройку. Что нужно будет сделать с участком в плане дренажа, отмостки и прочего? Правильно ли посадили дом? Отсыпки около метра. Какой риск морозного пучения? Геология. От 0 до 0,8 метров. Почвенно-растительный слой. От 0,8 до 2,4. Суглинок коричневый. Девиально-альвиальный. Суть следующая. Люди насыпали метр песка. И на нем строят дом. Риск морозного пучения? Есть. Вопрос всегда, когда делают вот на этом отцепном грунте. Как его трамбовали? Как это проверяли? Вопрос заключается в том, а какой фундамент будут на это делать? Если это будет плита, она будет получше работать. Ленточные фундаменты, какие-то мелко заглубленные, там есть опасность просадки каких-то из углов. Опять же, если накосячили с укладкой канализации, и она там будет, например, какой-то контруклон, и она будет просто течь под дом. Это вот в выпуске про канализационные трубы я рассказывал, какие могут быть проблемы. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным при укладке этих коммуникаций. Второй вопрос, который касался в плане дренажа, отмостки и прочего. Да, нужно будет делать обязательно отмостку. Нужно будет делать отведение ливневых стоков обязательно. И отмостку нужно делать там минимум полтора метра от отступа от дома, чтобы как раз не запускать вот это вот промерзание суглинков внизу. Потому что, напоминаю, суглинки будут, по сути говоря, как корыто держать воду. Вода не должна попадать туда, под вот эту насыпь. И вопрос еще такой звучит. А вы почвенно-растительный слой-то срезали, его тоже нужно замещать. К этому я бы еще обязательно добавил дренажную систему вокруг дома. Просто в обязательном порядке. Потому что, если мы срезали почвенно-растительный, вся вода будет стремиться в замещенный грунт. Ее нужно улавливать и отводить. И тогда проблем не будет. Значит, проверяем трамбовку, проверяем внимательно укладку канализационных труб, делаем отмостку-дренаж и отвод ливневой канализации. И это все необходимо внимательно отследить. Если зачитывать ответ конструктора нашего, плита на насыпи. Какая проблема? Плита на насыпи. Монолитный пояс не замкнут. Основание под дом замочено. Что может быть хуже? Если это канализация при хроновом уплотнении, подвижка к дому выйдет из раструба, и домик с корочки поплывет, как ватрушка. Там пока только плита. Игорь Анна и Сергей О. Вопросов нет, просто нас поддержат. Особенно Сергей О пишет нам. Быть бобру. Ух ты, классно. Это Лера Перво... Че? Первоуральск. Привет, Первоуральск. Я там родился. Дима передает Лене из Первоуральска большой-большой привет, а он оттуда оказывается родом. Дима, это наш оператор. Вопрос. Добрый день, Михаил. Есть история. Когда я была маленькая, мечтала о своем замке. Не с розовым пони, а с огромными глыбами, темными коридорами и библиотеками до потолка. В общем, девочка с при... Короче, особенностями. Подросла да забыла, само собой. А тут что-то дожила дурилка до 33 лет, и до меня дошло. Что дом из натурального камня, это что же замок? Короче говоря, хочу свой микрозамок. Приспичила, не могу. Строит ли сейчас вообще кто-то из натурального камня? Как и из какого? Лен, смотри, вопрос заключается достаточно просто. Сейчас из камня натурального строят в лучшем случае, так называемые, бутовые заборы. Либо есть вариант номер два. Строительство из натуральных материалов, каменных. Это ракушняк или песчаник, ракушечник. Есть несколько вариантов чтения. Это камень, который получают, собственно говоря, выпиливают из скалы. Но потом у нас в ближайшее время запланировано выпускник, я подробнее расскажу. Дело в том, что ты находишься в Первоуральске, и везти ракушняк туда будет охренеть как дорого. Первоуральск это же Урал, вот туда за Уралом или Урал? Короче говоря, везти Первоуральск это будет охренеть как дорого и неоправданно. Но, смотри какая штука. Есть несколько вариантов события. Первое. Ты не поверишь, можно построить дом из кирпича. Замки строили из кирпича точно так же, вообще не парить. При этом, если ты хочешь прям вообще замок-замок, то смотрим вот Диснеевский замок. Вот он построен из кирпича и оштукатурен белой красочкой. И видишь замок. Есть цементно-песчаные клитки, которые сделаны под камень. Прямо вот крупноформатные камни. И ты можешь использовать, например, цоколь отделать вот этой рваной крупноформатной кладкой. Причем обязательно крупноформатной. Не мелкой фракцией, а крупной. А все остальные стены сделать в штукатурке. При этом сам дом у тебя может быть хоть каркасный, хоть газобетонный, хоть кирпичный. По барабану из чего? Самое главное это вот эта внешняя отделка. Ну плюс в стилистике будет присутствовать еще вот такая замковая архитектура. Можно там готикой побаловаться. Какие-то моменты просто взять стилистически. Не в камне самом дело, а в архитектуре. Архитектуры передать можно многое. Вот, например, одному человеку из Калининграда мы делали вот такой замок. Не только ты одна хочешь и мечтаешь о замке. Евгений Мерфиус нам передает донатик за артистизм и ваапше. И к нему явно без комментариев присоединяются еще Михаил и Александр. Кабан Алькаши. Всегда смотрел ваши выпуски с интересом, собираясь покупать готовый дом уже с ремонтом и мебелью. И вот в августе въехали. Молодцы. Теперь смотрю вас с утройным интересом. Так кто же переехал-то? Зачем расстраиваться? Вопрос от Арсена. Живу в Питере. Программист. Хочу строить дом из-за своего увлечения. Я восстанавливаю автомобили. Программист восстанавливает автомобили. Окей. Выходные. Зависаю в гараже 50 квадратных метров. А хочется и на буднях, и чтобы он был под боком, а не в часе езды. Дом хочется одноэтажный. Примерно 150 квадратов. Гараж-мастерская такой же площади. Получается два здания площадью в 300 квадратов. Смотрю участки в пригороде. Есть хорошие локации, но там я осилю участок соток 5. Участок 10 соток уже далеко. Возможно ли гармонично уместить мои хотелки на 5-6 сотках? А, и у него тут еще есть пометочка. Ох уж эти ограничения в 500 символов. Еле уместил свой посыл. Спасибо вам за контент. Очень нравится. Очень нравится. Раньше донатил только в онлайн играх. А теперь первый донат на ютопчике. Спасибо, Арсен. Всегда бывает первый раз. И это, видишь, не больно. Что могу сказать? Здесь есть одна очень интересная вещь. Гараж. Во-первых, надо уменьшить хотелки. Дом 150 квадратных метров. И гараж 150 квадратных метров. Это площадь желаемая. Пятно застройки будет гораздо больше. По факту это не 300 квадратных метров. Это там 400-450. И здесь мы упираемся в ограничения, которые дает город. В пригороде, в городе, когда мы берем ГПЗУ, есть процент максимальной застройки участка. В принципе, гараж не считается капитальным сооружением. Ты его можешь делать некапитальным. И его можно не учитывать. Гармонично разместить вот эти твои хотелки на участке. Ну как? Они гармонично будут там располагаться. Да, это можно засунуть. Но, с чего бы я начал? Во-первых, определился дом, который мне нужен, именно не вот это, в виртуальной площади. Все-таки, как показывает практика, там 70% людей, дом 120-150 метров, перекрывает потребности вот так, одноэтажные. Гараж на 150 квадратных метров, это, блин, это уже автомастерская. Ничего ли ты от меня не скрываешь, а? Может быть, там еще будет сверху гостиница, а рядом еще шашлычный комплекс. Вот в таком направлении мы развиваемся? Или все-таки это для работы с автомобилем? Для работы с автомобилем тебе 150 метров не требуется. Достаточно два машиноместа по 100. Это 15-15, хорошо, даже там по 20. Там 50 тех же самых квадратов. И плюс хранение там еще стеллажи, какие-то вещи, еще 50 квадратов. Это 100 квадратных метров вот так за глаза. Да, готовые машины хранят, можно хранить на площадке открытой, с навесом сделаешь. Точно так же, как и с дому. Уменьшишь хотелки и, в принципе, и в 5, и в 6 соток ты влезешь. Единственная проблема вот этих маленьких участков, помнишь ограничения по ГПЗУ, я сколько рассказываю, что 3 метра от границы участка и противопожарный разрыв от соседей. Вот про это многие забывают. Может получиться такая штука, что ты там дом-то и не посадишь, потому что у тебя не останется там, не знаю, ширина главного фасада 5 метров. Вот с этим нужно быть осторожнее. Если ограничения от соседей нету, то, в принципе, и на 5-6 сотках разместиться гармонично можно. Респект и уважуха. Спасибо за информацию и опыт. Денчик Апатиты. Денчик, тебе отдельный респект. Сердечко, я как раз родился в Апатитах. Инна, спасибо за ваш труд. Спасибо большое, Инна. Просто Вася, спасибо за юмор и лаконичность. Вот этот товарищ, которого я не могу прочитать, как называется, спасибо большое. И продал гараж, расходимся. Чувак, ты вообще красавчик. Он, правда, пишет, умеешь красавчик, и я тоже красавчик. Напиши хоть, почем продал ты гараж. Юля, очень доходчиво объясняйте, спасибо. Пожалуйста, Юля. Так, Андрей. О, вопросы. Летняя комната на холодном чердаке. В старину так делали. Прокомментируйте и как сделать. Андрей. Андрей, все достаточно просто. По перекрытию, которое ты сделал правильно. С утеплением, пара ветра защиты, всеми делами. Сверху ты кидаешь настил из половой доски. Можно прям шибко крутой не заморачиваться. Стены, в принципе, по направляющим зашиваешь декингом. Можешь прям по стропильной системе себе зашить. И декинг можешь заменить на вагонку. Но ее там будет сильнее вести. Лучше декингом, он лучше проветривается. И, пожалуйста, welcome, наслаждайся. Единственное, эта комната летняя, она летом использоваться не будет. Сразу тебе скажу. Потому что на ней будет, в ней будет очень-очень жарко. Если только этот дом не будет сильно затенен рядом стоящими большими деревьями. Тогда там чердак не так будет сильно нагреваться. А вот осенью и весной, в принципе, эту комнату можно вполне себе использовать. Пожалуйста. В старину так делали. Иван, спасибо за науку. Пожалуйста, Иван. Евгений из Волгограда. Спасибо большое за выпуск про холодный чердак. Вопрос. Имеется два смежных участка. Можно ли построить дом посередине, не объединяя участки? И заняться этим объединением позже, после строительства. Возможно ли будет зарегистрировать такое строение? Егор, вообще это вопрос к кадастровикам. Но, насколько я знаю, зарегистрировать не получится. Потому что регистрирует тот же самый кадастр инженер. Он приезжает, делает съемку здания и соотносит с границами участка. И получится, что у тебя здание нарушает градостроительные нормы. Вот этот отступ от границ и так далее. Да, ты можешь построить по границе в трех метрах, тогда без проблем. Но он будет находиться все равно, этот дом, целиком полностью на одном из участков. А если ты хочешь воткнуть прямо посередине, то сначала тебе по-хорошему нужно будет объединить участки, а потом уже регистрировать здание. При этом сам факт строительства ты можешь вести, пожалуйста, на своей земле. Зарегистрировать не сможешь, а построить сможешь. Если тебе это как бы вопрос вот этого объединения участка, как бы по времени тормозить строительство, ты можешь в принципе начать строительство, параллельно запуская процедуру объединения участков. Оно там не очень быстро делается, но не так уж и долго. Поэтому построить можешь, зарегистрировать нет. СПС от Сня, геодезиста из Домодедова, Александр. Ух ты, прикольно, я сам себе донаты начал слать. Просто мне Михаил Кириченко прислал спасибо за контент. Пожалуйста. Слушай, ну я обычно сам себе не доначу. Не, слушай, давай так, это к вопросу о чаевых, как бы я всегда там в заведениях оставляю чаевые. Но ты думаешь, я там типа где-то что-то нахреначился. И такой там смотрел в кальянный ютубчик, такой, о, прикольный чувак, задоначу ему. Такой, ну до такого я вроде до схода. Если есть еще Михаил Кириченко, помаши мне рукой. Следующий вопрос от Алины. Здравствуйте, Михаил. В прошлом чего? Был вопрос про усадку газобетона. Что желательно дать ему отстояться, а уже потом делать чистовые работы? Вопрос. Блоки хотим взять зимой. Фуатцы. Надеемся, вдруг зимой будет дешевле. Теоретически да. Хранение будет на складе, выбранной для строительства компаний. В таком случае можно надеяться на то, что за зиму блоки дадут усадку. И чистовые работы можно будет начать делать сразу по окончании стройки. Благодарю за ответ. Огромное спасибо вам и всей вашей команде за труд. Сердечко. Олег, тебе тоже наше сердечко. И ребята тут тоже шлют поцелуйчики и сердечки. А теперь, что касается хранения блоков и так далее. Тут немножко нужно разобраться в вопросе. Не про усадку бетона, чтобы разобраться до конца. Газобетон приходит с завода в упаковке. И на складе строительной компании никто распаковывать не будет ничего. Он будет точно так же находиться вот в этом полиэтиленовом пакете. Как ты думаешь в полиэтиленовом пакете, как быстро он просохнет? Ответ никак. Какую он даст усадку? Никакую. Нагрузки нет. Ему не с чего давать усадку. Газобетоны, кирпичи, дерево и так далее дают усадку только когда они сложены в конструкцию непосредственно. И поэтому на складе с ним ничего не произойдет. Плюс, не забываем еще один очень интересный момент. Вот это вот зимнее хранение, это всегда такой очень интересный момент организации. Например, при покупке через ту же самую организацию, могут заказать на заводе, как бы выкупить газобетон или кирпичи или еще чего-то с зимним хранением. На самом деле секрет тут заключается в том, что никто не производит эту партию. Говорят, вот Алиночка придет, через полгода сберет. Это просто уже зафиксировали, что есть оплата, по этой цене мы отдадим и к моменту отдачи они тебе просто отдадут партию свежеизготовленную в твоей очереди. И вероятность того, что у тебя может быть прям свежий-свежий газобетонный блок, вообще легко. Либо он лежит на складе и ничего с ним не происходит, он не сохнет. Вообще, по рекомендациям даже самих производителей, минимум 3-6, а лучше 12 месяцев дом должен стояться. Плюс, ты не забывай такой момент, когда ты строишь, происходят работы с влагой. То же самое штукатуривание, то же самое кладка, смеси, атмосферные осадки, влага всегда присутствует. И она точно так же попадает в газобетонные блоки. Ты не будешь с ними постоянно стоять с зонтиком, ты не будешь натягивать тен. И даже после того, как возвели строение, сколько раз за возведение строения пройдут дожди те же самые. Сколько будет вечерних туманов, или утренних туманов, когда это влажность, влажность, влажность. Она будет наполнять эти блоки. И когда ты возведешь дом, все равно минимум 3-6 месяцев тебе его придется посушить. А усадку блоки дадут уже когда они будут сложены в кладки. И нагружены крышей, перекрытиями. Вот как нагрузку дадут, тогда они и дадут вот эту вот пресловутую усадку. Михаил из Ярославля и Алексей из Молодцы. Ваши видео уже лучше голливудских. Отличное видео. Роман Б. Спасибо вам большое, ребята. О, стопэ! Ярославль Михаил. Он скинул нам на алкоголь для новых выпусках. Ван Ботлинг. Вот сюда. На раскупорку. Забрали. Следующий вопрос от Евгения Новоселова. Привет, спасибо за интересное и полезное видео. Последнее видео про холодный чердак было очень тему. Как раз думал над этим. У меня чердачное перекрытие выполнено из плит ПК. И стал вопрос о том, как правильно его утеплить. Одни говорят, что пароизоляция обязательно нужна. Другие, что ни в коем случае. Следующий вопрос. Каким должен быть правильный пирог утепления чердачного перекрытия из железобетонных плит? Евгений, вопрос очень простой на самом деле. По плитам ПК мы устраиваем пароизоляцию. Потом укладываем утеплитель. И сверху закрываем ветрозащитой. Все. Это вот самый простой узел. Единственное, что очень я рекомендую, кинуть лаги, по которым ты потом еще пустишь ходовые доски, чтобы ты по чердачному перекрытию мог ходить не по утеплителю, а по непосредственно ходовым доскам. И я дам еще одну подсказочку. Когда ты покупаешь какой-то утеплитель известных марок, и, например, фирм, которые занимаются тем, что повышают такую грамотность населения, там те же самые технониколи, они используют определенные узлы, дают. И вот тебе в качестве примера. Можно брать вот там со всеми слоями то, что они рекомендуют. Ну, понятно, привязаны на свои непосредственно материалы. Следующий вопрос от Максима из города Чехова. Михаил, спасибо за добрые дела. Расскажите, пожалуйста, все-таки, почему ЛСТК, в частности, ЛСТК плюс пенобетон, равно говно, как СИП? А может, и не говно вовсе? Стоимость выходит в 60-70 тысяч за квадратный метр, но смущает малая информация по этой технологии именно в индивидуальном строительстве. Имеется в виду строительство именно силами производителя ЛСТК, а не шальными бригадами. И, прости господи, своими руками. Макс, прикол заключается в том, что у производителя ЛСТК нету своих сил. Они обучают и сертифицируют бригады, которые как бы научились с этим работать. У них нету своих бригад. И никто это не держит. Как и очень-очень многие производители, каких-то там технологий, которые предоставляют строительные, они все сертифицируют. Ну, как бы обучают, сертифицируют все дела. И вопрос, какая тебе попадется бригада, которая будет тренироваться на твоем доме, или которая уже сделала там 50 домов. Это уже такой вот очень интересный вопрос. Что касается говно или не говно, как и любая технология, как тот же самый там ИСИП, все зависит от исходных материалов, от того, как с этим будут работать люди. И так же тот же ИСИП, он при определенных условиях тоже подходит. Я рассказывал про его. А что касается информации, что мало информации по этой технологии, да, и этой информации мало. И она только вот от самих производителей-то и идет. Нет еще накопленного опыта, нету реальных отзывов, которые бы показал просто во времени. Слишком молодая, слишком сырая технология. По мне, это ее самый большой минус. Со временем накопится. И вопрос еще стоимости. Это не дешевое строительство. И никак к недорогому относиться не может. Эти сами же производители, это вот как бы так немножко, так все время обтекает этот вопрос. Для некоторых вещей подходят, для некоторых не подходят. И мы перед этим еще уже тоже говорили. Следующий вопрос от Николая Балдырева. Спасибо за познавательное видео. Ценю ваш вклад в развитие страны. Сам строил Осло по норвежским стандартам каркасной технологии. Не вопрос, просто выпендривается. И все равно красавчик. Следующий вопрос от Андрея из Сахалина. Давно вас смотрю и Филиппа. Вы молодцы. Вопрос. Если я у местных коновалов закажу проект дома, сколько будет стоить ваша экспертиза? Если вам отправят. Вопрос два. Сколько будет стоить строительный надзор в выездную на Сахалин? И как часто это надо делать? Или может быть у вас есть в нашем регионе ребята по этой теме, с которыми вы работали и верите им? ХЗ там, сертификаты, лицензии, репутации. Я тут никому не верю. Полдесятка крупных фирм, полдесятка мелких. Все поделено и повязано. В том числе с надзором. Андрей, смотри. Технадзор, конечно, штука хорошая. Но на Сахалин уж больно долго лететь. Не говоря уже там про поезд и прочие всякие замечательные вещи. Давай по порядку. Если ты закажешь у местных коновалов проект дома, то мы можем провести экспертизу. По цене это тебе надо отправить нам запрос или позвонить в отдел продаж. Тебя там сориентируют, что почем, в каких масштабах. Это мы делаем на регулярной основе постоянно. Сколько стоит будет строительный надзор выездной? Овер до хера. И как часто его надо делать? Здесь единственный, как бы, есть такой нюанс. Зная, какой проект, какие подготовительные работы будут необходимо делать, мы сейчас рассматриваем возможность делать такое, скажем так, ну, это не совсем выездной надзор, а такой телеметрия, как телеметрия это называется, когда через методы определенные, по сути говоря, я сижу здесь, и тобой, и твоими руками хожу в постройки, проверяю какие-то вещи, замеры и так далее. Ну, такой дистанционно управляемым искусственным интеллектом. Не вопрос, кто искусственный интеллект. Такая замена выездного надзора. И ребята, которые есть в вашем регионе, верить, не верить, здесь, к сожалению, вариантов-то немного. Нужно определяться с каким-то из строителей, собирать по ним информацию, тем более у вас регион небольшой, можно всегда найти, кто с ними работал, и отслеживать все этапы работ самостоятельно. Если не веришь, то придется все проверять, во все вникать, со всем разбираться. С надзором, как я тебе уже объяснил, можно проверить проект, можно дать какие-то основные этапы. Кстати, вот здесь очень важно сказать, мне часто задают вопрос, какие этапы нужно мониторить на технадзоре. Я прямо сейчас себе записал в ближайший, вот прям это выпуск, и в ближайшее время, которое мы пишем, которое надо прям вот прям срочникового записать, пометил, будет прям отдельный выпуск про этапы. Сергей Пипл, спасибо за ваш труд. Виталий, благодарю вас, что сделали ролик про опасные заборы. Много где стоят с пиками или просто штыри. Даже на ограждении школ. Скрытая опасность детям и подросткам. Проходя мимо таких заборов, понимаешь, не дай бог, ограждение с пиками вообще надо запредить. Новокузнец. Виталий, я вообще абсолютно с тобой согласен, что они должны быть на эти пики надеты хотя бы какие-нибудь резиновые изделия, чтобы люди не травмировались. И вообще не надо так делать. Антон из Калининграда. Приветствую. Вопрос такой, что вы думаете про инфракрасные обогреватели, если отопление идет только через них? Слушай, Антон, дело в том, что инфракрасные штуки хорошие, но инфракрасные обогреватели бывают, по сути говоря, там двух основных типов. Это какая-то панель, которая нагревает какую-то поверхность. Локальная зона нагрева. И второй вариант инфракрасных обогревателей, это есть теплые пленочные полы, пом, корейские что ли, которые как альтернатива электрическим. И они нагревают вот этот верхний слой покрытия, то бишь плитку, в которую ты ходишь, за счет этого там комфортно. Обогревать весь дом инфракрасниками, я, честно говоря, с таким не сталкивался. Это, говорю, локальные подогревы, где есть что нагревать. И как раз за счет этого-то инфракрасники работают. Или для каких-нибудь там веранд, где там тебя там ветрозащита, и ты хочешь осенью посидеть на веранде, чтобы там безопасно, не очень дорого себя отапливать, как раз используются инфракрасники. Но дом целиком меня не сталкивался. Old Dark Elf нам пишет, что он, скорее всего, в переводе, как Старый Темный Эльф. Добрый день, спасибо за ваш труд. Расскажите про плюсы и минусы скип-технологии. В каких странах она уже сертифицирована? Давайте мы можем сейчас начать вы***ваться и делать расшифровки, что это Structural Construct Insulated Pannels. Была бы индустриально-универсально-модульная система и строительная сборная железобетонными сэндвич-панелями с утеплителем. Панельно-монолитное строительство в виде бетон-утеплитель-бетон. Ребята, это технология. Б**ть, название такое придумали. Известно в СССР с давних времен. Если ты выйдешь и посмотришь и увидишь какие-то дома, построенные в период где-то 80-90-х годов, панельные, они все построены по этой технологии. Я даже больше того скажу. Советский Союз был в свое время пионером в таком строительстве. Это когда у тебя между двух бетонов есть какой-то утеплитель. И мы даже когда-то рассказывали про подобные системы. Прикол в том, что это действительно классная вещь. Это в некоем роде тоже будущее готового домостроения. Отвечая на вопрос темного эльфа, такая технология в каких странах сертифицирована, в каких нет, да скорее всего сертифицирована фактически везде. Потому что это очень, условно говоря, по современным меркам древняя технология. Там в принципе-то все понятно. Опять же, сейчас доступны на рынке материалы, которые условно более эффективны, более надежны, бла-бла-бла, вот эти пир-карбон, всякие охереть материалы, которые можно засунуть в эту панель, сделать и тоньше, и легче, теплее, вот эти энергоэффективные технологии. И за этим будущее, ребят. Таких домов будет ценить все больше и больше. Они будут единственное унифицированы. И как конструкторы, так и лего можно будет собирать домики модульные. Вот все, кто мечтал поиграть в Sims в реальной жизни, вот не волнуйтесь, ребята, скоро будет такая возможность. Следующий вопрос от Евгения из Петербурга. Михаил, спасибо большое за то, что вы делаете. Смотрю с удовольствием и медленно планирую свой дом. Есть вопрос. В выпуске про бетон вы говорили, что железобетон живет максимум 100-150 лет. При этом альтернативы ЖБ фундаменту будто бы нет. Значит ли это, что срок жизни любого дома, который я сейчас построю, также ограничен 150 годами? Какой же дом без фундамента? А хочется на века. Первый момент, Евгений. Дом, который ты сейчас построишь, точно простоит 100-150 лет. И тебе хватит. Вот бабки не ходи. Если, конечно, ты не планируешь жить вечно. Но если вдруг допустить такой момент, что ты собираешься жить хотя бы лет 300, то вот здесь можно, в принципе, озаботиться следующими мероприятиями. Во-первых, фундамент у тебя должен закладываться сильно больше по толщине, чем предполагается по расчетам. С таким в 2, в 3, в 4 раза запасом по толщине. К чему это приведет? Что у тебя, ведь не может фундамент весь взять и разрушиться. Разрушать его будет вода, потому что та же самая гидроизоляция, кроме определенных типов, проникающей гидроизоляции, плюс еще дополнительных мероприятий, водоотведения и так далее, так или иначе из грунта будет поступать фундамент, и его потихонечку-потихонечку как бы разлагать. Но это очень долгий процесс. И он будет отшелушиваться по слоям. А если у тебя толщина в 3 раза больше, чем положено, вот эти вот слои будут как раз увеличивать срок службы, там X2, X3, X4 и так далее. Плюс мероприятие по гидроизоляции, водоотведению. Вот это все обслуживание может позволить дом простоять и 200, и 300, и 500 лет. Просто понимаем, что это должно быть надежное питальное строительство с огромной толщиной стен, с огромной толщиной фундаментов. Это должна быть керамика, желательно полнотелая, там метровыми стенами. Будет как вот церкви стоять там по тысяче лет. Или Кремль, который стоит тоже там уже сотнями лет. Почему? Потому что там огромная масса материалов, которые для внешнего слоя разрушаются, его как-то защищают, декорируют, переделывают, а внутренняя несущая способность не страдает. Поэтому ответ, хочется на века, закладывай вот х сколько там, в два раза, х2 по толщине, хочешь в три раза, х3. Вот простой путь, welcome. Нахуй только непонятно. Людмила Григорьевна, нам просто закидывают донатик. Спасибо большое. Настя из ПБ. Начало. Добрый день. В видео про коммуникации в дом вы озвучили определенные пункты и сумму по ним. Можете кратенько так же раскидать, если собираешься строить дачу. Дача для лета, 6 на 6 одноэтажная, 2 человека, максимум новогодние праздники, 3-4 дня. Все так же 1-1,5 миллиона. Не могу ничего адекватного найти про дачный вариант коммуникации. Либо лухари богато, либо трэш на скрутке и толчок будка. Настя, да, именно так. Единственное, что все-таки давай понимать. На дачный домик, одноэтажный, 6 на 6 для двух человек, не надо заморачиваться тем же самым газом. Можно совершенно спокойно, не парясь его, отапливать электричеством. Что касается вот этих всех проводов, этих блоков автоматики и так далее, понимаем, что 36 квадратных метров, пятно застройки, если и полезная площадь 30 метров, понадобится кратно меньше, в 3 раза меньше. Что касается той же самой скважины, для дачных поселков достаточно частая ситуация, когда в склочину определенное количество, условно говоря, 6 участков, делают одну скважину на всех, и каждая тут забирает воду. Это вполне себе реально рабочая история, и здесь действительно сильно дешевле будет. То же самое по септикам. Ну, давай, никто так не заморачивается под небольшие строения. Делают там 3-4 кольца, и даже не бетонируют, прям в грунт все это дело уходит. Все будет кратно, ну, дешевле, потому что единственная твоя задача не замораживать дачу. Поэтому здесь, ну, газ, говорю еще раз, если только он уже не подведен, нет смысла подключать, достаточно просто электрические, и все, и не морочимся. Это будет сильно подешевле. Я считаю, ну, по моим оценкам, это где-то там в районе там 300-400 рублей получится как раз вот эту инженерочку все уложить, потому что сильно проще. Это прям свежачок, ребята, крайний вопросик. И мы не можем не ответить на этот вопрос. На видео с Юрой по инженерке в котельной отсутствует отделка. Как она потом выполняется, все оборудование демонтируется, можно сделать в доме в течение зимы сначала всю инженерку, а потом перейти к штукатурным работам в теплое время. Дмитрий. Дим, ты красавчик, этот вопрос задавали под выпуском, и мы такие стойко на него не отвечали, но донатные вопросы, на них надо отвечать. В выпуске про инженерку отсутствует отделка в котельной по одной простой причине. Юра проебался, просто забыл об этом моменте. Все-таки это не его основная вид деятельности, работа руками по сборке инженерки. Он просто про это дело забыл. Единственное, что он хотя бы гидрофабизатором прошел стены, чтобы они не пылили в течение гидрофабизатора, пропиткой забыл название, какое, чтобы просто не пылил, потому что оборудование котельной не любит этого. Как делать отделку? Да все очень просто. Он потом снимет все оборудование, оштукатурит стены, покрасит их, на полу положит плиточку и будет жить долго и счастливо. Поверил, ну и бредятина. Но ему было важно ввести дом в тепло, не вот быстрее, 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 и он это дел выполнил. Что тебе советовать делать в течение зимы? Сначала всю инженерку, а потом перейти к штукатурным работам в теплое время. Я уже говорил, котельной, оштукатурить стены нужно в первую очередь обеспылить их. В принципе, если хочешь отделать плиткой, это в принципе не обязательно, на полу должна быть только плитка, и это помещение должно быть чисто. И дальше собираю всю инженерку. Задача в зиму сделать тепло. Радиаторы, опять же, напоминаю, можно кинуть вообще хоть проводами, ой, не проводами, этими, подключать по временной схеме, бушными радиаторами и так далее. Тебе главное не морозить дом. Либо потом, как Юрий, в дальнейшем ебаться. Поэтому все-таки всю инженерку, а потом отопление, не совсем правильно, если ты не хочешь морозить дом в зиму. И на этом можно было бы сказать, что у меня все, но нет, не все, нас ждет следующий месяц, следующие вопросы, следующие чего, следующие выпуски, вот нам в выпуске технадзор теперь писать. Засим, господа, обнял, девчонки, пишите чаще, больше. До новых встреч.